Полная глухомань. А бывают новости такие, что они вроде бы и выходят. Рассказывать смысла никакого не имеют, потому что нельзя будет не проехать, не пройти, не проплыть там не так давно. По-моему, дня 2, 3, 4, я не знаю, когда вы всё это посмотрите. Мистер Аллен разрабатывает всю эту карту для бровихи. Неужели он какой-то, знаете, в GTA Sampi, а тем более в GTA Sampi на Android, а тем более в GTA CRMP на Android. Включать переносы там с любого проекта на свой проект. Ну, карта какая-то, знаете, по сравнению, если сравнивать, разумеется. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот есть много тем в этом самом GTA Sampi на Android, которые можно обсудить. Есть много тем, знаете, в GTA Sampi. Хотя нет, в GTA Sampi уже как раз-таки тем абсолютно точно нету. И обсуждать там, в общем-то, нечего. Ты просто туда заходишь, в какие-то новостные издания по GTA Sampi, листаешь, 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 листаешь. И по факту-то ничего там не происходит. Ни там с ютуберами чего-то нового, ни с проектами чего-то нового. Просто ничего. Просто какая-то полная глухомая. А бывают новости такие, что они вроде бы и выходят. Но вот как-то их касаться, как-то их обсуждать. Но что там в самом деле можно обсудить? И то я уже даже такие новости начал брать и начал их так же обсуждать. Говоря, мол, то, что вот там это. Нет, там не то. Вот там вот такой вот инвентарь. Вот там вот такие вот, вот эти вот все текстдравы. Там какие-то обновления, все прочие вещи на Advanced Roleplay. Или там не на Advanced Roleplay. Может быть, Gambit Roleplay, Absolute Roleplay. Да и там много всех этих проектов. Но когда речь заходит про мистера Алана, ох, тут даже я не могу остановиться. Потому что, вы знаете, изначально я вообще не знал, кто это такой. И до того, как мне вот, знаете, начали все вот писать, мол, ты чё, мистер Алана. Там, знаешь, ты похож на мистера Алана. Или там, знаешь, я у мистера Алана это узнал раньше. Я сижу, думаю, блядь, кто такой нахуй мистер Алан? На ютубе вот этом GTA Sample. У меня сколько там? 4-5 лет. Всех знаю, на всех подписан. Там на более-менее всех сделал видеоролики, про кого это было возможно и невозможно. Блядь, какие-то мистеры Аланы, блядь, какие-то прочие вот эти ютуберы новой школы. Откуда они вообще все берутся? Я не понимаю. Вот есть, допустим, GTA Sample ютуберы. А есть обособленные от всего этого ютуберы какие-то по GTA Sample на Android. Есть вообще там по GTA CRMP какие-то ютуберы. Но о них, я думаю, вообще рассказывать смысла никакого не имеет. Потому что, ну, их либо никто не знает. Либо их знает какой-то, знаете, ограниченный круг лиц. Возможно, даже из ограниченных каких-то людей по своим, таким, знаете, интересам, повадкам и всему прочему. Поэтому, ну, ну, поэтому это не имеет никакого смысла. Однако, сегодня мы с вами обсудим то, что раньше я бы даже и не стал обсуждать, если бы до этого я уже не рассказал вам о том, как Black Rush выпускает свою новую карту. Что там у них, знаете, будет вот эта вот гора, вот эта вот вся стена, через которую нельзя будет ни проехать, ни пройти, ни проплыть, там, ни перелететь. Что там будут какие-то вот эти вот, знаете, все работы, возможно. Еще какие-то вот эти вот все вещи, которые я сказал с обзора человека, который там сидел и такой, типа, вот, да, вот я человек. Я рассказываю, да, у меня тут обзор на всякие вот эти, вот, знаете, карты, на вот эту вот всю Black Rush, я на ней играю, я ее уже знаю, я делаю там прочие вещи. И вот, не так давно, по-моему, дня 2, 3, 4, я не знаю, когда вы все это посмотрите. В общем-то, сколько-то дней назад выходит новость о том, что, вот, знаете, там, мистер Аллен на своем канале показал скриншоты создания карты для КРМП проекта Барвиха. И, типа, ну, вот ты смотришь, и, в целом, это выглядит получше, чем в Black Rush, потому что скриншотов больше. Однако, тут тоже есть какая-то вот такая, знаете, белая местность, непонятно вообще, что с ней будет, возможно, какая-то гора, возможно, какие-то прочие вещи. Но, допустим, той же Black Rush карты выглядят, так, знаете, посолиднее, побольше, хоть и нету фотокарточек, там, знаете, слева, сбоку, справа, со всех вот этих вот прочих вещей, которые есть у того же самого мистера Аллена. И вообще, почему мистер Аллен разрабатывает всю эту карту для Барвихи, неужели он какой-то, знаете, разработчик, может быть, он, там, знаете, акционер этого проекта, потому что он постоянно снимает на Сантропе и на Барвихе. Видимо, его уже, я не знаю, за милую душу взяли, нам уже карты составляют для всей этой Барвихи, для вот этих вот прочих КРМП проектах. То есть, понимаете, в GTA Sampe, а тем более в GTA Sampe на Android, а тем более в GTA КРМП на Android, ничего не происходит просто так. То есть, всё происходит как-то, знаете, сезонно. Black Rush меняет карту и вот прочие проекты по типу Барвихи меняют карту. Там, я не знаю, Бриллиант РП или кто там, или Даймонд Ролеплей включает переносы, там, с любого проекта на свой проект. И Эверест Ролеплей включает переносы со своего проекта на про... ой, наоборот, типа, с проектов других на вот свой проект, чтобы там, знаете, люди переносили аккаунты, играли и такие, типа, Блин, я вот перенёс аккаунт, теперь мне всё нравится, теперь я буду играть на проекте Эверест Ролеплей, и всё у меня будет в целом нормально, я доволен, я счастлив, и чтобы всё у меня было хорошо. И поэтому вот эта вот вся карта, ну, мне тут сложно что-то сказать, потому что я не видел обзора других людей, как они всё это будут обозревать. Ну, карта какая-то, знаете, по сравнению, если сравнивать, разумеется, с главным конкурентом, с Black Rush'ей, карта такая, знаете, какая-то жиденькая, какая-то абсолютно точно непонятная, потому что у Black Rush там, прям, знаете, ты смотришь, и сразу вот такие ассоциации в голове, мощь, могущество, вот эти вот прочие какие-то вещи, а тут, то есть, ну, ты смотришь и такой, типа, ну, карта как карта, ну, наверное, выйдет когда-то, наверное, там, когда-то я уронил телефон в случае, я надеюсь, вы это не слышали, да даже если слышали, какая, в общем-то, в этом во всём разница, потому что, ну, это не важно абсолютно, у меня тут на телефоне также включены некоторые новости, я такой, типа, ну, тоже их там листаю, смотрю, что там нужно сделать и так далее. Вообще, на этом, я думаю, уже можно закончить мой вот этот видеоролик, потому что что-то больше про карты вот на всех этих КРМП проектах я сказать не смогу, да и не буду, да и, возможно, не хочу, однако я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика, заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией, ознакомливайтесь с прочими вещами и со всеми прочими вещами, и, в общем-то, у меня также есть ссылочка на мой телеграм-канал и на все прочие вещи, поэтому заходите, подписывайтесь, фаловьтесь и остальные вещи также, наверное, делайте, эм, ну, до свидания, наверное, или нет, ну да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!